Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня у нас замечательная тема для разговора. Мы будем говорить о красоте. Как известно, компания Фаберлик – эксперт в области ухода за кожей и волосами, кислородная косметика, профессиональные линии по уходу за волосами и декоративная косметика давно известны всем. Но залог красоты – это здоровое питание. Мы есть то, что мы едим. И от качества питательных веществ, которые мы потребляем, безусловно, зависит и наш внешний вид, здоровье нашей кожи, волос и ногтей. Компания Фаберлик предлагает пищевые добавки серии бьюти, красота, которые помогут поддерживать красоту изнутри. Первый продукт линии бьюти – это концентрат пищевой прессованный антиоксидант-комплекс. Надо сказать, что одна из наиболее важных причин появления заболеваний и старения организма, в частности кожи, связана с накоплением в организме свободных радикалов, агрессивных молекул, осколков молекул, приводящих к перекисному окислению жиров, клеточных оболочек, мембран, что приводит к изменению в генетическом коде клеток и ускоренной их гибели. Свободные радикалы постоянно появляются в процессе жизнедеятельности любого организма. При воспалительных процессах, при атипичных иммунных реакциях, при смене климатических условий организм научился с ними бороться с помощью так называемой системы антирадикальной защиты, благодаря чему образование и распад активных форм кислорода находится в состоянии равновесия, в норме. В том случае, если количество свободных радикалов, еще раз повторяю, осколков клеток сильно возрастает, в организме возникает состояние, называемое окислительным стрессом. Его вызывают токсины, отравляющие вещества, излучение солнечное, нейродегенеративные процессы, ионизированные излучения, физические и психические перегрузки. При накоплении активных форм кислорода происходит окисление жиров мембран клеток, как я уже сказала, и повреждение генетического аппарата. Все это усугубляет дистрофические процессы, которые происходят в коже с возрастом. В результате появляются морщины, сухость, старческие пятна, сиборейные бородавки. Ведь кожа, уважаемые коллеги, это не только оболочка нашего тела, но это многофункциональный орган, который несет дыхательную, питательную, выделительную и защитную функции. Поэтому антиоксидант-комплекс необходим для поддержки соединительной ткани нашего организма, к которой в первую очередь относится к коже. И, в общем, он просто необходим для здоровья организма в целом и для здоровья и красоты кожи в частности. Компоненты пищевой добавки. Зеленый чай – это известный антиоксидант, который обеспечивает эффективную защиту эластина и коллагена, то, из чего состоит кожа, от свободных радикалов и препятствует потере упругости и эластичности кожи, соответственно, появлению морщин, преждевременных особенно, старческих пятен. Следующий компонент – куркума. Помимо того, что это полезная пряность, она обладает тоже выраженными антиоксидантными свойствами и не только нейтрализует и блокирует образование свободных радикалов, но и предупреждает их образование. Она практически незаменима при кожных проблемах – угревой сыпи, экземе, зузе, фурункулах, то есть снимает воспалительные процессы, происходящие в коже. Замечательный супер антиоксидант – кора сосны. Это очень известное средство относительно нового поколения, которое сильнее по своим антиоксидантным свойствам в 10-15 раз витамина С и в 40 раз витамина Е. А ведь витамин Е – это известный витамин красоты, обладающий мощным антиоксидантным действием. Поэтому делайте выводы. Кора сосны, естественная вытяжка, экстракт из коры сосны, заживляет трещины на коже. Ее применяют для профилактики процесса старения, для упругости кожи, для длительной упругости задержания в возрасте ее против перхоти, экземы, грибковых инфекций. Дело в том, что кора сосны, экстракт ее, содействует выработке гиалуроновой кислоты, о которой мы будем говорить позже. Это необходимое вещество для здоровья, красоты и влажности кожи. Следующий компонент антиоксидантного комплекса – ликопин. Это удивительное вещество добывается из томатов. И часто добавляются в косметические средства, значительно их делают более дорогими. Ликопин защищает кожу от вредного воздействия окружающей среды и ультрафиолетового излучения, которое вызывает преждевременное старение кожи. Значительно снижает повреждения клеток кожи, улучшает их текстуру. Кожа становится более упругой, эластичной и младой. И, наконец, последний компонент – витамин красоты, о котором мы уже упоминали – витамин Е. Его действительно по праву называют витамином молодости и красоты. Он стимулирует синтез половых гормонов, то есть улучшает не только состояние кожи, но и продлевает молодость. Потому что до тех пор, пока вырабатываются половые гормоны, мы молоды, он способствует защите кожи от воздействия ультрафиолетовых лучей, останавливает процессы перерождения тканей и значительно замедляет процесс старения. Потреблять рекомендуется по одной порции в день, запивая водой. Следующая пищевая добавка – это концентрат пищевой High Beauty Complex Hair. Это комплекс для волос. Я лично сама удивилась от того, сколько компонентов в этой пищевой добавке. Их 27, уважаемые коллеги. Немножко о волосах. Дело в том, что волосы – это, как и ногти, придатки кожи и образуются из поверхностного слоя кожи эпидермиса. Каждый волос состоит из луковицы, корня и стержня видимой части волоса. На голове у взрослого человека насчитывается до 100 тысяч волос и более при густых волосах. За месяц они вырастают на 3 или 15 миллиметров и имеют свой определенный срок жизни, после завершения которого они выпадают. Средняя продолжительность жизни волос составляет 2-4 года у женщин и 1-2 года у мужчин. Около четверти волос на голове взрослого человека мертвые. И они выпадают в вытесняемые молодыми волосами, которые растут на их месте. Этот процесс в течение жизни происходит многократно. С возрастом цикл развития волос укорачивается, они становятся более тонкими, теряют цвет и прочность. Происходят необратимые изменения, так как организм постепенно утрачивает способность к полноценному их воспроизведению. В концентрат пищевой для волос входят следующие компоненты. Порошок яичной скорлупы. Очень банальное название, но дело в том, что птичья скорлупа, птичьих яиц, содержит очень большое количество легко усваивающегося кальция. И предотвращает развитие кариеса и кровоточивости десен и, соответственно, значительно укрепляет волосы и ногти. Несколько следующих компонентов аминокислоты. То, из чего состоят белки нашего организма и, в частности, белки волос. Аргинин. Эта аминокислота является одним из самых эффективных стимуляторов синтеза гормона роста, благодаря которому происходит рост всех тканей организма, всех органов и систем, включая волосы и ногти. Следующая аминокислота глицин. Он показан не только при стрессовых состояниях и рекомендуется для успокоения нервной системы, но он также рекомендуется при повышенной возбудимости, при эмоциональной нестабильности, нарушениях сна и выпадении волос. Как известно, при стрессах волосы выпадают значительно быстрее, нежели чем при спокойном образе жизни. Аминокислота цистеин. Она стабилизирует структуру белка волоса и содействует выработке коллагена, о котором мы будем говорить. И является необходимым для здоровья кожи компонентом волос и ногтей. Глютамин. Эта аминокислота обладает мощным антиоксидантным действием, блокирующим образование свободных радикалов и значительно улучшающее состояние волос, кожи и ногтей. Таурин. Еще одна знаменитая аминокислота. Помимо огромного количества свойств, полезных для организма, таурин стимулирует восстановительные процессы при алопицее, то есть облысении, и предотвращает разрушение волосяных луковиц, что позволяет сделать волосы более густыми и плотными. Орнитин улучшает состояние и выравнивает цвет кожи, и тоже укрепляет ногтевые пластины и волосы. Ну, наконец, простой компонент пивные дрожжи, которые применялись в народной медицине с незапамятных времен, и сейчас они используются при самых разнообразных проблемах кожи и волос. Они пивные дрожжи укрепляют, атонизируют волосы от корней до кончиков. Растение. Солодка. Тоже знаменитое, известное и популярное растение, которое повышает активность и уменьшает распад гормонов надпочечников, увеличивает концентрацию гормонов в крови и усиливает их действие, что, естественно, активно влияет на состояние кожи, ногтей и волос. Хвощ полевой улучшает рост и количество волос при выпадении, восстанавливает редкие и ослабленные окрашиванием волосы и ломкие ногти. И, наконец, друзья мои, витамины А, Д3, Е, С. Витамины группы В практически все. И микроэлементы цинк, железо, медь и селен. Это микроэлементы красоты, которые оказывают положительное влияние на вообще секреторную функцию сальных желез нашего организма. И, соответственно, усиление секреторной функции в волосяных луковицах. Витамины насыщают волосы питательными веществами, необходимыми для полноценного роста и красоты. Вообще, количественно, я хочу сказать, витаминов и микроэлементов 17, что, конечно, дополняет количественно действие пищевой добавки и улучшает значительно качество ее. Пищевую добавку для волос рекомендуется употреблять по две порции в день, запивая стаканом воды. Следующая пищевая добавка для красоты – это концентрат пищевой прессовной для ногтей. Nail Beauty Complex – концентрат для красоты ногтей. Немножко о ногтях. Ногти, как я уже говорила, как и волосы, придатки кожи. Они состоят из очень твердой формы кератина и белка, из которого строятся кожа и волосы. Ногти защищают кончики пальцев и помогают пальцам рук, ну, скажем, справляться с мелкими предметами. Волосы и ногти подвержены сходным болезням, и поэтому вы не удивляйтесь, друзья мои, что после того, как вы попринимаете предыдущую пищевую добавку для волос, у вас улучшится и состояние ногтей. Взрослые ногти на руках вырастают в среднем на 3 мм в месяц, в то время как ногти на пальцах ног растут в два раза медленнее. Около 5-6 месяцев требуется на то, чтобы ноготь вырос от матрицы начала до свободного края. Причем ногти летом растут гораздо быстрее, чем зимой. Не знаю, замечали вы это. Одной из наиболее частых причин дегенеративных изменений ногтей является дефицит важнейших витаминов и микроэлементов. Микроэлементы это кальций, кремний, марганец, цинк, железо и витамин D. В результате нарушения ногти становятся хрупкими, ломкими, на них появляются линии и борозды. Ногтевая пластина представляет собой отмерший слой кератина. Ногтевое ложе, в котором лежит ногтевая пластина, пронизано сетью сосудов, капилляров мелких сосудов, которые доставляют к ногтям обогащенную кислородом кровь, благодаря чему частой причиной изменения ногтей является недостаточная циркуляция крови в пальцах конечностей. Ну что же, первый компонент такой же, как первый компонент для пищевой добавки для волос. Это порошок яичной скропы. Он состоит, как я уже упоминала, на 93% из кальция, который усваивается на 100% и предотвращает развитие кариеса, кровоточивости десен и укрепляет волосы и ногти. Поэтому этот компонент есть в обеих добавках. Коллаген. Более подробно мы будем говорить о нем позже. Но это основной белок соединительной ткани человеческого организма. Он входит в состав кожи, волос, ногтей, хрящей, сухожилий, связок и немного костей. Он представляет собой одновременно строительный материал для тех же костей и клей, который значительно укрепляет орган, в котором находятся, в частности кости, связки кожи. Следующий компонент это пшеничные отруби. Они включены в состав многих продуктов для кожи и ухода за волосами и ногтями. Кремов, кондиционеров, ополаскивателей. Дело в том, что они укрепляют стержни волос, пластинки ногтей и делают более плотной кожу. Пивные дрожжи, о которых мы уже говорили, используются при разнообразных проблемных состояниях кожи и волос, значительно укрепляют и уплотняют ногтевые пластины. Морковь. Я напоминаю, что она содержит провитамин А, каротин в большом количестве, который необходим для нормального зрения и поддержания здоровья кожи, волос и ногтей. Я говорила о том, что витамином красоты является витамин Е, но надо сказать, что витамин А от него тоже мало отстаёт, потому что это тоже витамин-антиоксидант, улучшающий состояние соединительной ткани. Ягоды облепихи. Об облепихи все слышали. Это очень мощный антиоксидант, который питает не только кожу, но и волосы и ногти. Придает стенкам кровеносных сосудов эластичность и улучшает кровообращение в ногтевом ложе. Кроме того, ягоды облепихи, как известно, оказывают благотворное влияние на почки, печень, надпочечники. То есть это очень полноценный и замечательный компонент. Но я, как я уже упоминала на своих беседах с вами, рассказываю конкретную область, о которой мы с вами разговариваем. Потому что об облепихи тоже можно очень много говорить. Об иммунитете, о профилактике онкозаболеваний, о заживлении язв. Шиповник – это тоже растение-антиоксидант, который содержит много витамина С. Усиливает регенерацию тканей, укрепляет кожу, ногти, волосы. Обладает противовоспалительным и иммуностимулирующим действием. А нельзя забывать о том, что ногти подвержены грибком заболеваниям. Так что здесь шиповник играет большую роль. Тыква тоже уменьшает процессы воспаления, тоже усиливает рост ногтей. Ламинария укрепляет иммунную систему значительно. Ламинария, как мы знаем, это водоросль. Снимает воспалительные процессы в организме, эффективно при нервных расстройствах. И тоже значительно улучшает состояние ногтей. Благодаря витаминам и макро-микроэлементам, которые в ней содержатся. Хвощ, о котором мы упоминали, укрепляет ломкие ногти. Улучшает микроцикуляцию в мелких сосудах, о которых мы говорили. Способствуя притоку крови кончиком пальцев и ногтеложи. И, наконец, зеленый чай, который мы тоже упоминали в предыдущих вещевых добавках. Это действительно мощный антиоксидант, который, напоминаю вам, защищает коллаген и эластин от свободных радикалов. Что препятствует потере упругости, эластичности кожи, выпадению волос и ногтевых пластин. Рекомендуется употреблять по две порции в день, запивая стаканом воды. Следующие три пищевые добавки, это добавки для каждого возраста женского, укрепляющие красоту и поддерживающие молодость. Первое. Начинаем не от более молодого возраста к более пожилому, а наоборот. Концентрат пищевой прессованный, бьюти-комплекс 55+. Почему мы так начинаем? Потому что есть общие очень важные компоненты, которые лучше обсудить, конечно, при уже возрастных проблемах. Процесс старения характеризуется рядом качественных изменений в органах и тканях, в основе которых лежит процесс замедления клеток. В результате возникают различные дистрофические процессы во всех органах, ослабление клеток кожи в том числе. С возрастом на ней появляются пигментные пятна, углубляются и усиливаются, появившиеся уже, конечно, ранее, морщины и складки, которые свидетельствуют об истончении и ослаблении тонуса кожи. С возрастом проявление старения усиливается, морщины углубляются, сухость кожи возрастает, происходит уменьшение толщины дермы живого слоя кожи и деформируется овал лица, появляется второй подбородок. Еще так называемые бульдожки – это двусторонние такие обвисания, которые очень много неприятностей приносят их хозяйкам. Отчего это возникает? Дело в том, что это возникает от снижения и дефицита выработки определенных гормонов. Например, выпадение, медленный рост и ломкость волос у женщин, усиливающиеся с возрастом, это недостаток гормонов щитовидной железы. Опавшая грудь – это дефицит половых гормонов, прогестерона и эстрогена. Впалые щеки, недостаток инсулина и гормонов на почечниках, обвисшие щеки, подбородок второй, о котором я уже говорила, и пергаментная кожа на шее – это дефицит гормона роста. Ослабление мышц, истончение кожи, появление морщин, выпадение волос, ожирение, прогрессирование целлюлита, задержка жидкости и отеки внутрикожные напрямую связаны с дефицитом гормонов, поэтому происходит процесс старения. Как поддержать дан в возрасте после 50 лет? Первый и главный компонент всех пищевых добавок, о которых мы будем говорить в линии оставшейся – это гиалуроновая кислота, которую я упоминала. Она является частью соединительной ткани. Главной её функцией является помощь организму в получении жидкости путём связывания молекул воды в тканях, непосредственно где она находится. Она способствует увлажнению кожи изнутри, замедлению процесса старения и скрывает первые его признаки – мимические морщинки, но, естественно, уже более глубокие помогают. Очень часто гиалуроновая кислота, как вы знаете, встречается в продуктах внешнего ухода, продуктах красоты в кремах, эмульсиях различных. То есть скрывает она морщины, увядание кожи, потерю влаги и изменение контуров лица. В молодости организм активно вырабатывает гиалуроновую кислоту, но с возрастом её синтез заметно снижается и появляются признаки старения, о которых мы с вами говорили. Гиалуроновая кислота обладает рано сживляющим действием, без последующего образования рубцов, поэтому активно используется в косметологии для лечения угревой сыпи и прыщей. Её приём способствует увлажнению кожи изнутри, замедлению процесса старения, ещё раз я повторяю, и скрывает его признаки. Второй компонент, не менее важный, который мы тоже упоминали – это коллаген. Коллаген – это основной белок соединительной ткани нашего организма. Он входит в состав кожи, волос, ногтей, сухожилий, связок, костей, как я вам напоминаю. Представляет собой одновременно строительный материал и клей, и он, конечно, необходим для улучшения упругости и эластичности кожи, ногтей и волос, основой которых он является. Следующий компонент – уже упоминавшаяся морковь, антиоксидант, провитамин А, бета-каротин, который превращается в организме в витамин А, улучшает состояние кожи волос, полезно для зрения. Вообще, для многих органов и систем полезно, но нам она нужна здесь, как антиоксидант. Новый компонент – красный клевер. Регулирует гормональный баланс женского организма, уменьшает сухость слизистых оболочек кожи, благотворно влияет на состояние кожи, волос, ногтей, улучшает обмен веществ и, между прочим, регулирует уровень сахара в крови. Экзотический компонент, редко встречаемый – бурачник. Он помогает ослабить приливы, что очень важно, так как пищевая добавка в возрасте после климатерического периода, а патологический климакс может длиться на протяжении 10-15 лет. Я встречалась даже у пациенток в течение 20 лет. Каждый день беспокоят страшные приливы, которые мешают жить. Так вот, бурачник помогает ослабить приливы и улучшить настроение при климатерическом синдроме, снимает боли при затянувшихся месячных, налаживает обменные процессы и восстанавливает гормональный баланс в стареющем организме. Примола – замечательное растение, которое используется в пищевых добавках для женского здоровья. Примола участвует в синтезе стероидных гормонов – прогестеронов, эстрогенов, усиливает синтез женских половых гормонов, укрепляет нервную систему, что бывает очень полезно с возрастом у женщин, когда вдруг уходит молодость и приходит старение, пусть и постепенно, но так не хочется, чтобы оно приходило. Примолом нормализует жировой и углеводный обмен, уровни холестерина, способствует уменьшению избыточной массы тела, благотворно влияет на кожу, восстанавливая ее упругость и эластичность. Пивные дрожжи, уже неоднократно нами упоминавшиеся, содержат большое число аминокислот и витаминов, особенно группу В. Под их влиянием повышается количество клеток крови, восстанавливается питание тканей, улучшается состояние кожи и волос. И, наконец, витамин С и бета-каротин, уже можно сказать, не в моркови, а чистый бета-каротин, значительно дополняют и усиливают антиоксидантное действие пищевой добавки. Употребляется также по две порции в день, запивая стаканом воды. Следующая добавка – это концентрат пищевой прессованный Бьюти-комплекс 45+. Хочу немного отвлечься, уважаемые коллеги. Несмотря на то, что на наших добавках указаны цифры возраста, плюс 35, плюс 45, 35 еще будет, 55, на самом деле при, например, нехватке одной, можно принимать другую, более близкую по возрасту, потому что, безусловно, в общем-то, здоровье у нас индивидуально. И тут же климактерический период в настоящее время, если раньше он наступал после 50 лет, лет 10-20 назад и больше, то сейчас я знаю случаи, когда он наступает практически сразу после 40, 40-42. А климактерический период – это старение. Когда прекращаются вырабатываться гормоны, тогда начинается старение. И поэтому, в общем-то, нет таких строгих норм. Еще хочу вам напомнить, что при сильно выраженных проблемах, скажем, в том же патологическом климаксе, мы можем употреблять не две порции в день, а удваивать дозировки, о чем я неоднократно упоминала в предыдущих наших беседах. Итак, климактерический период – это естественный процесс в жизни каждой женщины, означающий наступление нового этапа жизни. Он должен наступать, и в норме у здоровой женщины наступать после 45 лет. И может длиться многие месяцы и даже годы, как я уже говорила. Климактерический синдром – это дисбаланс функций эндокринной и репродуктивной систем, возникающей в связи с гормональной перестройкой в женском организме. То есть менопауза, прекращение месячных – это запрограммированное на генетическом уровне постепенное прекращение женской репродуктивной функции, женской репродуктивной системы. Негативное воздействие на стареющую кожу оказывает перепады температуры воздуха, длительное применение спиртосодержащих очищающих средств, косметическое чистка лица с применением пара. Усталость кожи часто бывает уже в таком возрасте. Бывает следствием курения, стресса, накопления в организме токсинов и снижение функции эндокринной системы, которая наступает после 40 лет. Существенное уменьшение содержания основных гормонов приводит к снижению скорости деления клеток кожи и происходит нарушение равновесия процессов, формирующих эпидермис. Эпидермис, напоминаю, это надкожа. Это мёртвый тонкий слой, который покрывает собственную кожу. В результате увеличивается толщина верхнего рогового слоя, что ведёт к ухудшению цвета кожи, возрастным гиперкератозам, образованию морщин. Что такое гиперкератоз? Я не буду долго объяснять, а просто приведу пример. Дорогие дамы, кожа на стопах и, в частности, пятках в молодости в общем-то очень нежная, особенно у младенцев, и, как правило, не нуждается ни в каких педикюрах. А что случается уже после 40-50 лет? В общем-то, хочется даже, не хочется и рассказывать. И поэтому вот это и есть состояние гиперкератоза. Значительное утолщение, это сухость очень сильная, это то, что приходится отдраивать пемзой и, в общем-то, другими такими скрабовыми веществами. В эластичных экологеновых волокнах, из которых состоит дерма, также наступают дегенеративные изменения. Это ведёт к отёчности кожи, гипоксии, нарушению оттока лимфы. Все эти процессы происходят, ещё раз повторяю, в результате нарушения деятельности эндокринной системы. Ну и признаки старения кожи после 40 лет – это появление пигментных пятен, увядание кожи на шее, образование вертикальных морщин на губах, которые ещё часто называются морщинами-марионетками или морщинами-складками скорби. Ну что же, бьюти-комплекс 45+. Это известные уже нам компоненты. Я повторю сейчас ещё раз про них информацию. Это гиалуроновая кислота, главной функцией которой является помощь организму в получении жидкости путём связывания молекул воды в тканях. Она способствует увлажнению кожи изнутри, упругости её и скрывает первые его признаки. Ну и не только первые, это, конечно, зависит от количества. Это морщины, увядание кожи, потери влаги и изменение контуров лица. И второй компонент – это коллаген. Основной белок соединительной ткани человеческого организма, который входит в состав кожи, волос, ногтей, хрящей, сухожилий, связок и костей. Отличительные компоненты от других добавок – это шпинат, известный всем нам зелёный салат. Обладает мощным антиоксидантным действием. В прошлом им успешно лечили цингу, поскольку он содержит очень много витамина С. В настоящее время тоже применяется при проблемах с зубами и дёснами, и антиоксидантные его свойства благотворно отражаются на состоянии кожи. Ещё один известный всем компонент – растительные брокколи. Тоже, представьте себе, обладает антиоксидантным действием. Оказывает благотворное действие на нервную систему и сердце. Профилактирует преждевременное старение. Омолаживает кожу и соединительную ткань с его организмом. Зелёный чай мы с вами обсуждали. Это антиоксидант, профилактика старения. И ещё один компонент замечательный – это виноградные косточки. Естественно, не сами косточки, а экстракт виноградных косточек, которые обладают свойствами, близкими к свойствам коры сосны, экстракта, который мы обсуждали. Просто напомню, что свойства это сильнее витамина Е в 40 раз, и витамина С по антиоксидантным свойствам в 10-15 раз. То есть обеспечивают эффективную защиту эластина и экологена от свободных радикалов, что препятствует потере упругости и эластичности кожи, появлению морщин и старческих пятен. Пивные дрожжи, о которых мы с вами говорили, которые используются при разнообразнейших заболеваниях кожи и волос, и укрепляют и тонизируют волосы и ногти, в общем-то, волосы от корней до кончиков, а ногти от матрицы и тоже до кончиков. Витамин С, который значительно усиливает антиоксидантные действия добавки. Употребляем по две порции в день, запиваем стаканом воды. И последняя пищевая добавка, замечательная, концентрат пищевой прессованный Beauty Complex 35 для молодых женщин, которые ещё не вступили в зрелый, а тем более в пожилой возраст. В этом возрасте главной является система ухода. Имеется в виду правильная косметика, правильная парфюмерия, здоровое питание. В системе ухода принято рассматривать состояние кожи в динамике, ведь она непрерывно меняет своё состояние под воздействием агрессивных факторов окружающей среды, возраста, постепенных гормональных изменений, пока постепенных. В 30 лет появляются первые признаки старения. Мелкие морщинки вокруг глаз, лёгкое нарушение гидротации, то есть увлажнение кожи. И задача коррекции в этом возрасте – предотвращение появления новых морщинок. Морщинки это пока ещё мимические. Сбалансированное увлажнение, очищение кожи и улучшение цвета лица. Хотел бы упомянуть ещё раз о вреде ультрафиолетового излучения. Огромное количество женщин, зная уже, что оно очень вредно для кожи и вызывает преждевременное старение, несмотря на это, по 2-3 раза в год ездят на юг, тем более, что появились ещё поездки в экзотические страны в течение года, и загорают, извините, до одурения. Чего делать никак нельзя. Потому что, в общем-то, если ты не хочешь быть старый, то несмотря на то, что тебе, казалось бы, идёт загар, лучше вызывает этот загар косметическими средствами. Но ни в коем случае не надо находиться под открытыми лучами солнца. Если в детстве моём очень давно в каждом пионерском лагере в столовой висели растяжки солнца, воздуха, вода – наши лучшие друзья, то по прошествии лет выяснилось, насколько агрессивное сейчас стало солнце. Первые два компонента, которые я дважды уже упоминала, это гиалуронная кислота для увлажнения кожи, поскольку в 35 лет уже, после 30 лет уже начинается нарушение гидротации, и коллаген. Я думаю, что третий раз я уже не буду повторять, что это все запомнили, потому что это действительно главные компоненты, добавок для красоты. Свёкла или свекла, по-разному её называют, помогают избавиться от отёчного синдрома, если есть к нему склонность, когда слегка отекает кожа, и тогда тоже появляются морщины или мешки под глазами. Кстати, помогает избавиться от лишнего веса. В ней большое содержание йода, стимулирует функцию щитовидной железы, и мозга. И, в общем, очень хороший эффект от свёклы при небольшом снижении функции щитовидной железы. В мегаполисе это встречается часто. То есть свёкла профилактирует преждевременное старение. Следующий компонент – гранат. Он содержит целый ряд веществ, необходимых для нормального функционирования всех систем женского организма. Входящие в его состав химические вещества блокируют синтез, излишний синтез полового гормона эстрогена. Потому что если его очень много, то у женщин появляется склонность, ну, скажем, уже в перспективе образования миомии, кист яичников, ожирения. Поэтому гранат – это очень хорошее профилактическое средство. Примула, о котором мы уже говорили, участвует в синтезе половых гормонов, укрепляет нервную систему, уменьшает избыточную массу тела, благотворно влияет на кожу, восстанавливая её упругость и эластичность, укрепляет и восстанавливает ногти и волосы. Кудзу – совсем уже экзотический компонент. Кудзу – снижает уровень сахара в крови, восстанавливает синтез инсулина, регулирует артериальное давление, профилактирует развитие увеличения и доброкачественной, и недоброкачественной гиперплазии органов половых. Улучшает процессы в костной ткани и профилактики остеопороза. Как мы знаем, остеопороз начинается сигналом. Остеопороза тоже является пневмактерический сигналом, а потом на паузу прекращает усваиваться кальций в должном количестве. И поэтому, в общем, это очень важный тоже компонент. Пивные дрожжи, наши любимые, которые улучшают пругость и качество кожи и укрепляют волосы и ногти до кончиков, от корней до кончиков, от ноготь, от матрицы до конца. И витамины С и Е, витамины антиоксиданты, которые, мы знаем, что они антиоксиданты, но хочу сказать, что они принимают активное участие в синтезе коллагеновых волокон кожи, задерживают образование морщин. И, в общем, их дефицит, особенно Е, проявляется в сухости кожи и слизистых оболочек, сухости во рту, в глазах. Рекомендуется употреблять также по две порции в день, запивая водой. Я желаю всего доброго в использовании этой прекрасной косметической линии.